Девушки отдыхают Как вообще обстоит сельским хозяйством, вот в двух словах? В двух словах, сельское хозяйство поднимается, на самом деле это здорово, спасибо санкциям, спасибо для нас, как для производителей, очень важно, на самом деле это хорошо, что рубль упал, доллар повысился. Мы стараемся, для наших ребят работаем, да, фермеры есть, есть потенциальные клиенты, есть представители, есть все, есть наши дилеры. Ну то есть люди пришли, вот это уже, этот экземпляр продал или нет здесь? Нет, этот он не продается, это выставочный образец, который в том числе в Екатеринбурге был, и здесь, и в Москве, и везде вводят, а на его базе, конечно, там все подъемы, заказы есть. Люди приходят и интересуются техникой? Интересуются, на самом деле, да, это здорово, да. Спасибо выставке, и еще раз говорю, спасибо фермеру, опять же, Алексей, то есть в качестве твоей команды и тебя лично, то есть очень благодарим, да? Да, 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 но я пришел не для этим, а пришел поддержать БДТ Агро. Да, да, привет. На самом деле, ну, здорово. Всем, как сказать, всем спасибо, не то, что все свободны, в общем, а на самом деле, да, всех жду на Эволюции Дискатора. Зовут меня Андрей КПМ. Эволюция Дискатора, это тема на ферме РУ, которую ведет Андрей. Ну, кто-то вел ее раньше, я просто так знамя подхватил, знамя, да. То есть, кстати, давай про эту тему. То есть, вы даете какие-то консультации там? Чтобы мы понимали, дорогие друзья, там присутствует наш генеральный конструктор. Он, правда, после меня, конечно, да. То есть, все началось с Андрея КПМ, да, то есть еще совсем давно, уже там 6 лет или 7 лет назад. Я уже достаточно долгий фармучанин, да, то есть, мы вот. И потом получилось, каким образом, то, что я начал продвигать, я слушаю фермеров, смотрю, читаю, смотрю их желания, что они хотят. И я к этому подключил потихонечку нашего конструктора генерального. Он, по-настоящему, просто читал, а потом уже, он уже и зарегистрировался, и все, и все, и все, и все пошло. И сейчас он, на самом деле, очень активный фармучанин, активный пользователь. И благодаря, опять же, еще раз вам скажу, благодаря фермеру, у нас много орудий новых появилось. Ладно, скажи мне, вот я купил, и вдруг я чем-то недоволен, я могу тебе высказать претензии на этой же теме? Нам высказывают в этом, в этом, ну, бывает, не без того, объясню ситуацию, то, что мы, ну, то есть, есть такое понятие по человеческих факторах. Да, то есть, ну, не все мы можем идеально работать. Кто-то там что-то не так чуть-чуть приварил, кто-то что-то еще что-то там сделал, не без того, но, скажем так, из сотни, два, три орудия бывают там, ну, кто-то, Ну, одно из них, да, у нас получилось, на фермеру нам человек написал, естественно, мы сразу все на это отреагировали. Мы и так обычно реагируем нормально, и тут же то же самое порешали все вопросы, я думаю. А Иванова зовут их, то есть, да, поменяли мы его стойки, это одно из самых первых наших комплексов было. Ну, то есть, это нормальная работа, то есть, это... Это есть норма, то есть, когда мы общаемся с человеком напрямую, даже есть, получается иногда таким образом, что продаем не мы, а продает наш дилер, а потом выходит клиент напрямую, допустим, другой вопрос, что почему бы там на орудии написан наш телефон, можно позвонить? Нет, ну, ему интересно, чтобы написать, ну, и менталитет такой наших людей, да, то есть, вот они привыкли к тому, что, ну, лучше говорить плохо, чем хорошо, я не знаю, почему так. Да, плохих отзывов в интернете больше, чем хороших. Хороших, поэтому, ну, вы же, вот, и все, вот, как бы, да, мне приходится с ними бороться, ну, не суть, если вот плохо написали, там у вас есть какие-то проблемы, ну, вот он телефон, у меня есть телефон, позвонили, мы все это телефоном решили, подрешали. Ну, если человек захотел написать что-то, ну, пожалуйста, напиши, мы на это отвечаем, да, реагируем, решаем эти вопросы. Отличные, фермеру рекомендует БДТА. Руляс, да, бдт. Руляс, да, бд.